Вы часто слышали такие фразы «родить для себя», «запрыгнуть в последний вагон», «часики тикают»? Мне несколько знакомых рассказали о том, как женщины хотят от них заделать детей. И самое интересное, они в отношениях с ними не состояли, а мужчины были красивые, здоровые, с отличными генами. И тогда мне стало интересно. Получается так, что есть те женщины, которым наплевать на семейные ценности, на мужчину, на мужа, на партнёра. Они хотят выполнить свою природную детородную функцию – родить в определённом возрасте. И, соответственно, уходит так, что она рожает не для создания семей, а для себя. И, конечно же, ей будет удобнее, чтобы в дальнейшем мужчина обеспечивал этого ребёнка. Не воспитал, а именно обеспечивал. И таким образом мужчина нужен не как любимый муж, партнёр, а как помощник. И по иерархии при рождении ребёнка мужчина чаще всего уходит на второе, на третье место. Он уже не глава семьи. На первое место встаёт ребёнок. Всё, мужчина больше не требуется. Он выполнил свои функции, зачал, и теперь он находится в роли обеспеченца. И это одна из версий, почему семьи с детьми не крепнут. Они разваливаются, всё идёт к разводу. А потому что женщина исполнила своё предназначение. Она родила и её обеспечивает. А мужчина исполнил свой функционал в качестве мужа и спермодонора. Всё, спектакль закончен, занавес опущен. А мужчина искренне верил в семью, а женщина зашаля того, чтобы родить себе ребёнка. А вы скажете, но семья же была нормальна до появления ребёнка? Да, была. Но потом начались какие-то проблемы из-за бытовухи. Я так не думаю. Просто мужчина выполнил то, что хотела женщина. И теперь он ей, как человек, не нужен. Он был всего лишь инструментом для достижения женской цели.